Хочу я танцевать у всех настроения, сегодня зажигать на конкурсе. Вот оно событие, которого с нетерпением ждали все дети целый год. Выполняли обещания, хорошо учились, слушали взрослых. Всё для того, чтобы лично встретиться с Дедом Морозом и загадать желание. Если бы у него была армия помощников, то выглядела бы она именно так. Около тысячи ребят сегодня приехали в Витебск на главную областную ёлку. Деда, я тебя! Самый большой концертный зал города на сутки стал резиденцией Деда Мороза. Кругом настоящая сказка, и если не хватало новогодних героев, на помощь могли прийти дети и своими руками создать их. А ещё смастерить открытку или небольшой подарок для близких. В такой атмосфере чудеса происходят прямо на глазах. За спецэффекты отвечала Баба-Яга. Я была на дискотеке, сделала такую открытку, поиграла в игры и была на представлении Бабы-Яги. Хотелось бы создать праздник, буквально вот это передать настроение праздничное в каждую семью. Победить Бабу-Ягу, Снежную Королеву, Кощея, в общем-то всех, кто может помешать празднику, помогали главные герои и дети. Эстафету радости и счастья приняли сегодня и в Ждановическом детском доме. Кстати, гости признали, что потратили уйму времени на подготовку новогодних сюрпризов. Ведь за пять лет сотрудники комитета госконтроля успели обеспечить ребят всем необходимым. В этом году подарили огромный аквариум, игрушки и сладости. Но главное – это забота. Каждый ребенок верит в то, что его мама самая лучшая, папа самый лучший. И, конечно, им хочется вернуться в семью. И мне отрадно то, что, вот когда общаюсь с руководителями детского дома, то, что все-таки пять человек – это немало из того количества детей, которые воспитываются здесь, взяли в приемные семьи и усыновили. Счастливая история большой семьи Савиных началась 15 лет назад. С приемного ребенка. Поздравляли в местной больнице малышей и вернулись домой не одни. А сегодня в их детском доме семейного типа семь воспитанников. Обычно там говорят, тишины хочется. А я говорю, когда в доме тихо, мне уже на уши давит как-то тихо в доме. Надо, чтобы жизнь бурлила. Родители воспитали своих пятерых и четверых приемных детей. Они уже шагнули во взрослую жизнь. И она продолжается. Старшие следят за младшими, помогают родителям по хозяйству, вместе путешествуют и отмечают праздники. Я счастливый, потому что мама и папа меня взяли и показали мне другую жизнь. Жизнь лучшая, которую просто можно этой жизни жить и радоваться. Новый год в этом доме всегда проходит за большим столом. К семье и в гости ходят семьями. Сегодня с поздравлениями приехал помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко с детьми и женой. Здравствуйте. Давайте начинаться. Вместе вручали подарки, пели и танцевали. Хозяева дома подготовили небольшой, но очень душевный концерт для гостей. Как и должно быть в домашней атмосфере. Не каждый родитель сможет передать то тепло, которое передают вот эти родители своим детям. Любить своих детей мы всегда будем, правильно? А полюбить чужого ребенка – это действительно дар и от Бога, и это действительно и талант, и нужно иметь большое сердце. И, в общем-то, это подвиг. Поэтому низкий поклон только тем людям. Если старший сын президента Виктора и его семья провели время в домашней обстановке, то средний Дмитрий Лукашенко вместе со своими родными и воспитанниками одного из социально-педагогических центров в буквальном смысле закружились в новогоднем хороводе. Со всеми заданиями Деда Мороза, а их было много, гости, конечно же, справились, и никто не смог удержаться от жарких объятий с дедушкой. После стихотворений «Подарки» некоторые дети даже признались, какие желания загадали. Я хотела сумочку, а я всякие наряды, а я косметичку, я косметику, а я косметику и корону я. Я загадала, чтобы я просто была счастлива и все. Самое заветное желание – это чтобы все, что я стараюсь делать, у меня выходило. И чтобы я, несмотря на свой характер и эмоции, никогда не обращала ни на что внимания и шла дальше к своей цели. Желание сегодня загадали и сотни детей во Дворце культуры профсоюзов. Праздничная елка зажглась под восхищенные возгласы детворы. Мы стараемся всегда, где есть какие-то вопросы или проблемы, искренне участие принимать в жизни ребенка. Для того, чтобы сегодня не раз в году, не только на Новый год, а постоянно, постоянно быть на чеку. Еще не все подарки дошли до юных адресатов. Еще много детей произнесут заветное «Елочка гори». Расскажут стихотворение, попросят о самом важном, а главный волшебник обязательно исполнит. Ведь в Новый год иначе быть не может. А участники благотворительного марафона постараются подтвердить истину для наших детей. Андрей Александров, Олег Шапель, Елена Соловьева, Екатерина Кардыш, Игорь Хвиченя. Наши новости ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова